С Верой в спорт Среди женщин В первый раз, да, Дарья? Добрый день Поздравляю вас с победой Дальше, Александр Левкович Чемпион России среди юниорок Здравствуйте, Александр Павел Андреев Уже был в нашей студии Про него мы уже много чего знаем Шестикратный чемпион мира Шестикратный чемпион Европы С чем мы тоже поздравляем И по России сейчас День добрый, да, очень приятно И чемпионатов России я не считал, сколько выиграл Ну, в общем, еще одна медаль В копилке у Павла теперь есть Андрей Рудин, исполнительный директор Федерации триатлона в Кировской области И организатор соревнований Добрый день, Андрей Здравствуйте, Вер Тогда, Андрей, первый вопрос к вам Будет адресован Расскажите, какие задачи ставили перед собой Чего ждали от этих соревнований Что в итоге получили Ну, мы впервые в Кировской области Проводили чемпионат России по зимнему триатлону Поэтому нашей основной задачей Было провести соревнования Ну, на должном высоком уровне Да, стремимся На всех соревнованиях Уровень держать достойный Вот Я думаю, что нам все удалось Соревнования прошли достаточно успешно Отличная была погода Отличная трасса Хорошо все подготовили Сотрудники Лыжно-биатлонного комплексного перекопа Нам очень помогли в этом Да, там работают профессионалы своего дела Да, поэтому трасса была Вне всяких похвал Трасса и стадион Да, все замечательно получилось Мы со своей стороны Пытались организовать Этот двухдневный праздник спорта Да, так, чтобы и спортсменам было комфортно И зрителям И немногочисленным зрителям Да, к сожалению Но об этом еще потом скажем Ну, надеюсь, что у нас все получилось По крайней мере, первые отзывы, которые мы получили Да, они положительные Всем-всем-всем понравилось Да, все довольны Андрей, расскажи, пожалуйста Как вообще удалось привести чемпионат В Кировскую область Что для этого было сделано Какие силы были положены Что требовалось федерации российской Для того, чтобы подтвердить Что перекоп достойный принимать у себя Соревнования такого уровня Ну, в прошлом году было проведено тестовое мероприятие Это этап Кубка России по зимнему триатлону Он успешно был проведен нами Соответственно, нами была подана заявка С вместо министерства спорта Кировской области О том, чтобы нас включили Ну, чтобы нам дали провести этот старт Чемпионата первенства России Дальше нас выбрали И включили в календарь, собственно Никаких особых сложностей Ну, Павел нам посодействовал, конечно, в этом Очень сильно Да, напомню, что Павел, в отличие от всех других представителей Представляет Красноярский край Остальные ребята, которые находятся в студии Это Кировская область Красноярский край посодействовал тому Чтобы в Кировской области проводился чемпионат Как так? Здесь очень, я уже говорил Очень сильная, дружная команда Спортивная триатлона Вот, и очень приятно Быть частью этой команды И помогать, чем возможно На самом деле, Андрей сказал так Просто, ну, нам дали В Кировской области Мы привели На самом деле Заявок было очень много А сколько? Скажем так Ну, это как минимум Три претендента были Жестких Основных Да, основных И в последний момент Буквально То есть Качели были То дадим То не дадим И в последний момент Все-таки Скажем, что вырвали Чемпионат России К нам в Перекоп Сюда В Кировскую область А с кем вы конкурировали? Ну, жесткая борьба была Конечно Это с Татарстаном Они там предложили Свои хорошие условия Но у нас была договоренность Уже заранее Что Перекоп Провел достойно В прошлом году Этап Кубка России Повторюсь Татарстан немножко В организации проиграл Но в этом году Мы не были в Татарстане Я не могу судить Как там проводили Первенство России До 23 лет Там было первенство Они провели Но мы не были Не могу судить Организацию То есть вот именно То, о чем Павел Вы сказали Именно Организационная работа Именно командная работа В Кировской области Оказалась сильнее Правильно? Да Я скажу так Профессиональней Ну За плечами У нашей федерации Это далеко не первое событие И зимой И летом Не только в триатлоне Не только в триатлоне Да Да-да-да Вот Поэтому Ну О календаре О грядущих событиях Мы расскажем В самом конце программы Да, Андрей? Вот А пока Хочется еще девушек Прекрасных подключить Вы в Перекопе Тренируетесь Насколько я понимаю И вообще Как вы В триатлон-то пришли Расскажите, пожалуйста Да, ну Давайте, Дарья, с вас начнем Тренируемся мы Не в Перекопе Тренируемся в поселке Верхошижемье Там прекрасные условия В Глубе Атубе, да? Да Угу Прекрасные условия Для тренировок Все, что нужно Для триатлона Для лыжных гонок Все есть Ну, триатлоном Я занимаюсь Только третий год Я вообще Совсем недавно Начала заниматься Лыжными гонками С десяти лет И познакомившись С Павлом Андреевым Он затянул Мне, можно сказать Да Свою компанию Триатлонную Мне нравится Конечно Заниматься Триатлоном Да Что вам в триатлоне Что привлекает Почему именно триатлон То есть С лыж Ушли именно туда Нет Я не прекращала Заниматься лыжами Я бегаю Лыжные гонки Также участвую В соревнованиях Разного уровня Триатлон Ну, как Новая дисциплина Для меня Как Новый путь К развитию Да В прошлом году Вы участвовали В европейском старте Да Расскажите, пожалуйста Об этом соревновании Да Это был для меня Первый мой старт В зимнем триатлоне Спустя два года тренировок Интенсивных, да Я так понимаю Спустя год тренировок Вот Да И как он прошел для вас Ну Впечатления, конечно Были не самые приятные Угу Уровень подготовки Был не слишком высокий То есть приехали Посмотрели На что способны Да И к чему нужно стремиться И в этом году Вот уже Одержали победу Среди Женщин Да Среди всех Россиянок Да, можно так сказать По зимнему триатлону Да Конкуренция, конечно Была не такая сильная Как в Европе В Европе, да А с чем вы это связываете? Неужели в России Не так развит Триатлон Или может быть Меньше Да Пока что это не самый Развитый вид спорта Ну я надеюсь Что все к этому идет К разу Ну я посмотрела списки Среди женщин На самом деле Гораздо Меньше участниц Чем По сравнению С мужскими Стартами Да Мужчин значительно больше Павел Прокомментируйте Пожалуйста На самом деле Очень тяжелая дисциплина Зимний триатлон Мы говорим о нем И дистанции Выровнены В группах То есть Что проходит Женщина элита Что женщина мужчины Что мужчины Что мужчины элиты Что женщины Одинаковая дистанция Абсолютно Это очень сложно И не каждая девушка Не каждая женщина Может пройти Поэтому С этим все связано Что вид спорта Тяжелый И никаких Снисхождений Нету В женском зачете Но я думаю Все таки К нам прибавится Еще С других регионов Кто не раскусил Именно В женском зачете Интересуется много Перспективных На будущее Спортсменок Я надеюсь Что в следующем В следующем году Уже в России Протокол Пополнится Новыми именами И будет Гораздо больше Участниц Вот заговорили мы Про географию Участников Откуда приезжали? Близлижайшие регионы В первую очередь Были представлены То есть Регионы Где есть Снег Стабильно В течение полугода В течение полугода Так же Как и у нас То есть Север Республика Чувашия Пермский край Саратовская область Ярославская область Московская область Карелия С Архангельска Были ребята С Башкортостана Были С Татарстана С Удмуртии Здесь Все по Волжи Практически А сколько все участников было? Всего у нас 120 участников было 120 Для соревнований Подобного рода Это Самый крупный был Чемпионат России За всю историю То есть Тенденция к увеличению Количества участников Она есть Каждый год Прибавляется Это здорово Ну и Киров здесь Очень географически Удобно находится Поэтому Следует полагать Что дальше будет Больше Правильно? Да будем надеяться Конечно Переходим к юниоркам К юниорам Юниоркам Да у нас еще Александр Левкович Добрый день Еще раз Александра Расскажите Что для вас Был этот старт Что для вас Значил этот чемпионат Минувший Ну Когда вы вообще Занимаетесь Триатлоном? Я занимаюсь Примерно 5 лет Но более серьезно Это так же Последние 2 года Просто не так часто Принимала участие В триатлоне Этот старт Был важен Выполнением Норматива Мастер спорта Чего вы достигли? Да Нужно было Занять первое место Ну и так же После Чемпионата мира Нужно было Не Сдавать Обороты Так сказать Так то есть Чемпионат мира Тоже вы победили Покорили В Янерках В Янерках В том числе Вы изначально Стали заниматься Триатлоном Или так же Как ребята С лыж начали Начинаем С лыжных гонок Так же продолжаю Ну я думаю Что это традиция Такая Вот именно С лыжи начинать Не с велосипеда Не с бега Именно с лыжи Как правило Лыжники Универсальные Такие бойцы Поэтому Все они умеют И плавать И бегать И на велосипеде кататься Тем более на лыжах И плавать А плавать Ну куда без этого Снег же тает Да Приходится на лыжах Плавать Да Александр Продолжаем с вами Чемпионат мира Прошлогодний Да получается Минувший Нет В этом году В этом году он состоялся А до него Как вышли Каков был ваш путь Спортивный Ну это В основном Лыжные гонки И на более Мелких стартах Участие По триатлону То есть Если я правильно поняла Чемпионат мира В этом году Это был первый Серьезный ваш старт Ну настолько серьезный Да А чемпионат России До этого участвовали Или Европы Нет Этапы Вот прямо так Вот с мира Получается и начали Да Очень интересно И прямо победили То есть вы Конкретно шли На конкретное время Проанализировав Как идут ваши конкурентки Да так Чтобы сразу Всех покорить Победить Да Невероятно Это прям Какая-то шахматная партия Получается И в этот раз В минувший выходной Вы тоже приехали С целью Конкретное время И конкретно победить Ну Стараться Конечно Всегда Лучше На высший результат Невероятно Александр В столь молодом возрасте Вот честно Расскажите В чем приходится Себе отказывать И сложно ли это Сколько пять лет Да Получается В таком темпе Живете Каково это Вот стремиться К таким победам И зачем вам это нужно Ну Хочется связать жизнь С этим И раз уже начала Нет Нельзя отступать И Ну в основном Спорт и учебу Приходится совмещать Вы учите сейчас где В университете уже Да наверное Нет В колледже В колледже Угу Сложность совмещать Ну Нормально Приходится успевать Доздавать заранее Ну преподаватели Снисходители наверное Относятся да К чемпионки мира Они понимают Некоторые 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 нет Ну всегда наверное Так было Так будет Идем дальше Вот поговорили мы уже О количестве А у вас кстати конкуренция Среди юниоров Юниорок Серьезная была Как вы оцениваете Да Участник было Участниц побольше было Чем у женщин Да В юниорках Побольше Да То есть тоже это можно сделать Вывод о росте популярности Так Этого вида спорта Ну отчасти да Конечно Если посмотреть вообще Российский спорт То есть тенденция такая Что женщин Во многих видах Да их Все меньше и меньше Мужчин больше Значительно Уступает Да Давайте перейдем Вот очень интересная тема Мне лично интересная О выступлениях любителей На соревнованиях Да Расскажите Как это проходило Сколько было участников На что они были заряжены Ну в рамках соревнований Да Проходило Первенство России Среди любителей И свифтный инвентар Триатлон Да Наш кировский старт Вот Было 50 участников На старте Дистанция у них была Покороче Чем у элитных спортсменов То есть Три километра бега Пять вело И пять лыж Ну Хорошие результаты Ребята показали Несмотря на то Что трасса Достаточно сложная Все успешно Закончили И преодолели дистанцию Были достойные Очень результаты Ребята могли бы Даже по элите Выступить некоторые Серьезно? Ну да Это какие регионы Так отличились? Наши кировские Конечно Воспитали С Перми Ребята тоже Пробежали неплохо Но там бывшие Спортсмены Да Элитные В Перми Очень сильная школа Там Первый Первый чемпион России По зимнему триатлону Андрей Мишанин Он выступал Как сейчас Андрей сказал Вот он как раз занял Второе место по любителям Он выступал Да В любительской группе И был только второй А выиграли кировские Ребята Молодцы А кто победил? По любителям Александр Благорожев выиграл А женщины? А женщины Там саратовская девочка Саратовская То есть все-таки здесь Киров еще пока Немножечко не дотягивает Есть к чему стремиться Среди женщин? Да Среди женщин любителей Любителей, да Поэтому надо в следующий раз Как-то команду нам Сильнее набрать Любительскую Андрей Еще анонсировано было Что Хорошая будет Культурная программа Извлекательная Да И как ты говорил Это праздник спорта В чем заключалось? Что можно было увидеть Тем Кто не сумел Попасть так или иначе В Перекоп В эти выходные? Нет Была развлекательная Программа для детей Да То есть были ребята Которые работали с детьми То есть конкурсы Различные Занимательные игры И еще что-то В таком ключе На протяжении На протяжении На протяжении всех соревнований Да И скажи пожалуйста Возможно ли надеяться Что в следующем году Тоже чемпионат состоится В Перекопе Или уже какие-то Более скажем так Перспективные планы На зимний триатлон У нас есть прецедент Да По кросс-триатлону Когда нам уже третий год Подряд доверяют Проведение чемпионата России В Верхшижем И будем надеяться Что и Перекоп Такая же тенденция Стоит официальной базы Да То есть мы в любом случае Мы заявку на проведение Подавать будем Да Когда это решится Этот вопрос? Ну это в конце года решается Обычно Когда формировался Календарь всероссийский То есть здесь мы опять Будем конкурировать С Татарстаном И с кем еще? Ну скорее всего С Татарстаном и будем Татарстан возможно Карелы будут Карелия Карелия В этом году провели На высоком уровне Этап Кубка России Но в плане географическом Не очень удобно будет Добираться спортсменам С России Поэтому Такой рельеф Ну да Но рельеф Вот здесь тоже не уступает Скажем Перекопе И по природе Мы тоже здесь Не отстаем От карелов Но я думаю Все-таки Здесь центры России Может быть Все-таки Отдадут Здесь нам повезло Да По дальнейшим мероприятиям Давайте расскажем Что еще в этом году ждет Какие этапы Какие мероприятия Ну как я говорил У нас чемпионат России По кросс-триатлону Верхшижеме В конце июня Дальше у нас будет Традиционный Дуатлон Свитман-Дуатлон На Октябрьском проспекте В день города 12 июня Это как обычный Хилтон Цирк Триатлон Стрижах Запланирован На 15 июля Ну и серия забегов Вятские холмы Первая Серия 6 мая Полумарафон Вятские холмы Традиционно Пять дистанций 300-600 метров Для детей 3 километра Для всех желающих 10 километров Для любителей 21 километр Для самых выносливых Сколько человек Планируется В этом году Ну если в прошлом году У нас было 2000 регистраций То хотим Планировать мы не можем Да Людей мы не можем Зарегистрироваться Но нам бы хотелось Больше Конечно Ну 2 с половиной Учитывая Что в Ярославле Или в Казани Мы хотели 4 тысячи На старшем Хотели? Хотели бы Так что вроде бы Пока еще ничего не мешает Город у нас Я думаю что 4 тысячи бегунов Вполне можно В гостиницах места есть Да В гостиницах есть места Что еще будет летом? Что с Вятскими холмами Связано будет Летом мы планировали Организовать Ночной забег Впервые в нашем городе То есть 10 километровая дистанция Одним кургом по городу В вечернее время суток Где будет проходить? По центральным улицам города Скажем И осенью Марафон Полная Марафонская дистанция Советские холмы То есть Исключительно Марафон Без всяких Как вам показалось Дальнейшие ваши планы? Давайте по очереди С Александра начнем С самого юного участника Организация соревнований Первенства России понравилась Трассы были подготовлены Тоже хорошо Дальнейшие соревнования Это Березняках Этап Финал Кубка России Кубка России Да И марафон В поселке Верхошижем Ялыжный Марафон И там тоже на победу Только первое место Кировская школа Так привыкла работать Будем стараться Как иначе Ну будем стараться Дарья У вас какие планы? Ну как я уже говорила Что я принимаю участие В стартах по лыжным гонкам У меня Придшествует Чемпионат России В Сыктывкаре Ну и вообще Дальнейшие планы Это конечно же Подготовка К последующим стартам Как в триатлоне Так и в лыжных гонках Павел Ну основные мои старты Зимнего сезона закончены Сейчас отдых? Сейчас Я хочу все-таки Немножечко подготовиться И возможно выступить В Верхошижемском марафоне 31 марта 1 апреля Не знаю как получится По планам Ну все-таки планирую А там будет видно Марафонские дистанции Вы уже так может и покоряли Да бегаю Длинные дистанции Нравится Все получается Но если получится со временем То обязательно приму Участие В Верхошижемском марафоне В этом году А так Следующий сезон Начинается С лета Первый основной старт Это будет Кросс-триатлон Чемпионат России В поселке Верхошижеме Опять же Нацелены здесь И дальше Выезжаем в Европу И летние старты Будем вступать Как чемпионаты мира Чемпионаты Европы Этапа Кубка мира По кросс-триатлону Что касаемо Организации В Перекопе Ну уже не буду повторять Много лесных слов уже сказано Конечно Команда сработала На профессиональном уровне Как сотрудники Базы Перекоп Так и Федерация триатлона России Федерация триатлона Кировской области Судьи Сработали Так же четко Множество Судьи Было Из разных Регионов Много Судьев Все было Четко Все под контролем Сам Скажем так Если касаясь меня Получил Штраф Так называемый У нас 15 секунд На гонке Как же это Случилось Там это В правилах Соревнованиях Там У нас Если нарушаешь Ну определенные правила В транзитной зоне Либо по дистанции Мы получаем Штраф 15 секунд Где нужно отстоять В пенальти бокс Так называемый Мне пришлось Отстоять Эти 15 секунд За нарушение В транзитной зоне Так для тех Кто не знает Транзитная зона Там где вы меняете Где меняем Да Инвентарь Ага И что же там случилось После бега У нас есть Боксы Так называемые Контейнеры Мы должны после бега Шипровки Либо обувь Беговую Скинуть в свой бокс Я Просто Кинул обувь В соседний бокс Судья Конечно Заметил Судья Международная У нас категория Все российские категории Поэтому они Все смотрели Все следили И тут 15 секунд Я получил Так что Ну это не помешало Притом победить Ну Было все под контролем То есть специально Вы поняли Что положили Не в тот бокс И быстренько Ускориться На 15 секунд Обойти Наверстать время Да Было такое Да Сначала-то я не понял Нет на самом деле Что за что Получил эти 15 секунд Потом Объяснили То есть вы же знали Об этом постфактум В течение гонки Да Мне сказали Я увидел свой номер На штрафной зоне Остановился Отстоял Поехал дальше На самом деле Ехал в погонки И получал удовольствие Удовольствие От праздника Большого Удовольствие От комментатора Удовольствие От музыки От спортсменов Которые боролись От болельщиков Которые болели На каждом подъеме Ну все было здорово Спасибо большое За этот праздник Павел Вы насколько я понимаю Довольно часто Тренируетесь В Перекопе В Перекопе Не так часто А в Верхошижиме Постоянно практически Вот В Перекопе Я имею ввиду Что вы все равно Дистанции проходили А вот интересно Или там Вновь была проложена Дистанция То есть вы по ней Еще Ее не проходили Это была новая Дистанция для вас Круги В принципе Все те же самые Но Просто изменили Маршрут Скажем так Велосипеды Было интересно Очень подъем Лобовой Так Ну так скажем Нашим сленгом Где не все могли заехать Тоже добавлял Изюминку И были хорошие Скоростные спуски С техничными поворотами Тоже Добавлял Такой экстрим Еще и зимой По снежку Техничные повороты Красота Наверное Многие падали Через руль Мягко падать Падать мягко В снег Поэтому можно и через руль Пасть Не пострадая Очень приятно На самом деле Вот Девушки говорят Что неприятно Травм не случалось Все хорошо прошло Девушки Пришествий Да Ну то есть Скорую там Вызывать не приходилось Все было нормально Скорая дежурила Дежурила Обязательно это нужно По мероприятиям Вы в Перекопе Не ездили ни разу Да Вот именно Верхошижи Тренируетесь То есть для вас Эта трасса была Совсем новая Нет В прошлом году Мы же принимали участие В этапе Кубка России Все знакомо В принципе Да ну что Тогда наверное Пронансирование мероприятия То есть ближайший у нас будет Это май месяц Правильно я понимаю А Ближайший будет Конец апреля Марафон Верхошижевский лыжный марафон Будет 31 марта 31 марта 1 апреля На короткую дистанцию А возрастные ограничения Какие там есть Для зрителей Для участников Ограничений практически нет Ну то есть мы можем сказать Что 6 плюс Да Возрастные ограничения Для зрителей Да Там будет Такой Бэби забег Мини забег Да Для маленьких Для детей Да 300-400 метров Будут бежать Как здорово А еще раз числа 31 марта 31 марта Регистрироваться можно Где и узнать Регистрироваться можно На сайте Swiffman.team Либо на сайте Ski 43 Да То есть там ссылка На регистрацию тоже есть То есть и взрослые И дети И любители Тоже могут Принять участие Ну это в первую очередь Любительский марафон Конечно То есть большинство Участников Это спортсмены Любители А дальше у нас будет В мае Вятские холмы В мае Вятские холмы В июне уже Начинаются летние Триатлоны Дуатлоны Да По Вятским холмам Можем сказать Что Самые маленькие Принимают участие Да То есть у нас И трехлеточки бежали И четырехлеточки С четырех лет Да Но официально Мы заявляем Что 6 плюс Тоже мероприятие Да Возрастное ограничение Имеет Собственно Как и все остальные мероприятия Которые сегодня Были озвучены Ну что уважаемые чемпионы И организаторы Спасибо вам большое За эфир Сегодня мы говорили О чемпионате России По зимнему триатлону Который состоялся В минувшие выходные В Перекопе У нас сегодня В студии была Дарья Рогозина Чемпионка Среди женщин Чемпионата По зимнему триатлону В России Александра Левкович Чемпионка Среди юниорок Павел Андреев Шестикратный чемпион мира И шестикратный чемпион Европы И безграничное количество Кратный чемпион России По зимнему триатлону И Андрей Розин Исполнительный директор Федерации триатлона В Кировской области Спасибо вам большое Новых вам побед Удачи Спасибо Спасибо вам До свидания До свидания До свидания